Я хочу вам рассказать о миндальном пилинге от фирмы Белита. Это белорусская фирма. Для тех, кто еще не знает, у Белита есть лактопилинг. Это пилинг с молочной кислотой. У второго места это пилинг миндальный. Он более сильный, у него уже 30% миндальной кислоты в составе. И третий пилинг это гликолевый пилинг. Самый сильный пилинг, его рекомендуется делать в салонных условиях. Что могу сказать по поводу миндального пилинга? Сама я, конечно, вы проводила себе самостоятельно дома пилинг данный. И есть некоторое мнение. Данный пилинг хорош при появлении акне. Также данный пилинг поможет справиться с углевой сыпью. Так как у меня были такие проблемы. И я хочу сказать, что результаты были неплохими. Данный пилинг будет подсушивать немножко верхний слой кожи. Пару дней она будет немного шелушиться. Но затем кожа выравнивается в своем цвете. Ваши шелушинки, они все уходят. И у вас появляется новая кожа. Вот, конечно же, после использования данного пилинга, всегда рекомендую использовать увлажняющий крем. Для того, чтобы кожа быстрее восстанавливалась. Чтобы она была более гладкая. Итак, что нам заявляет производитель? Миндальный пилинг. Это поверхностный пилинг на основе миндальной кислоты, который очень деликатно воздействует на кожу. Обладает минимальным раздражающим действием среди всех кислотных пилингов. Я с этим согласна. Потому что кожа у меня как раз-таки раздраженная. Вот, она быстро воспаляется. Здесь написано, стимулирует синтез коллагена и активирует клеточную регенерацию. Уменьшает морщины, вода, декомментирующими эффектами и бактерицидным действием. Пилинг можно использовать в весенний и летний период. Да, полностью согласна. Летом я его также использовала в небольшом количестве. По поводу применения. Нужно защитить глаза, ноздри и рот. Особенно хочу сказать девочкам, кто еще ни разу не делал данный пилинг. Конечно же, я советую сначала пользоваться другими средствами, которые содержат минимальное количество процентного содержания миндальной кислоты. Есть специальные средства, подготавливающие к вынесению данного пилинга. И затем, когда вы уже попользовались хотя бы неделю кремом с минимальным содержанием миндальной кислоты, можно начинать использовать такими вот пилингами. Как применять? Необходимо будет защитить глаза, ноздри, рот. Затем нанести пилинг на кожу лица кисточкой и с кожем от периферии к центру. Оставить пилинг на 6-12 минут. Затем удалить с кожем, смочным в тоник, нейтрализатор или в холодной воде. Да, все верно. То есть данный пилинг я держу около 6-7 минут. В первое время, конечно, я не рекомендую его держать более 5 минут. И вы увидите уже покраснение на вашем лице. То есть в первые разы, конечно, не более 5 минут советую применять. Конечно же, да, если вы увидите, что ваша кожа сильно жжет, краснеет, то, конечно, используйте сразу же нейтрализатор. Просто ваша кожа своевременно не подготовлена к нанесению данного пилинга. Вот это у нас тоник нейтрализатор. Он хорошо нейтрализует кислоты. Будь это миндальный пилинг, либо гликулевый, либо с молочной кислотой. Как я делаю? То есть, да, я намачиваю тоник гель данным с кожем и наношу на лицо. Иногда кисточкой. Толстым слоем необходимо нанести и подождать пару минут. Вот. Немножко ощущается жжение, но это не критично, терпимо. И потом уже через пару минут я иду смывать водой. Кожа уже на первый раз ощущается совершенно другой по ощущению. Она более увлажненная, кажется, более чистой и немного натянутой. Что могу сказать в общем? Советую приобрести данный пилинг. Особенно у кого проблемы с угревой сыпью и воспалениями на лице. Спасибо вам за внимание. Тогда подписывайтесь на мой канал. Будет выпускаться следующее видео про белорусскую косметику. Всем всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok